Привет-привет, это канал с самыми актуальными новостями из мира высоких технологий. Начальник гестапо в Вене Франц Йозеф Хубер был ответственен за отправку десятков тысяч человек в лагеря смерти, однако избежал преследования благодаря работе на разведку западных стран. С рассекреченными архивными документами ЦРУ и немецкой разведывательной службы, BND, ознакомились журналисты телеканала ARD и поделились ими с The New York Times. Известно, что Хубера арестовали в мае 1945 года, он провел под стражей три года и вышел на свободу. При этом, к примеру, его старший коллега, начальник еврейского отдела Адольф Эйхман был пойман за границей после побега и казнен. Мы ни в коем случае не забываем об опасностях, связанных с вовлечением в игру генерала гестапо. Мы также полагаем, что, основываясь на имеющейся у нас информации, Хубер может быть выгодно использован нашей организации, указано в материалах ЦРУ. Предполагается, что США интересовала агентурная сеть Хубера в Австрии. Как уточнил в беседе с ARD историк немецких спецслужб Бадохи Хельхаммер, Бадохи Шелхаммер, с началом Холодной войны американские разведчики активно занимались поиском «убежденных антикоммунистов». Таким образом, в течение нескольких десятилетий после Второй мировой войны они завербовали по меньшей мере тысячу бывших нацистов для работы против стран коммунистического блока, их особая разведывательная ценность, по мнению глав ЦРУ и ФБР, перевешивала «моральные ошибки», совершенные на службе Третьему Рейху. Также стало известно, что позднее, с 1955 года, Хубер перебрался в Мюнхен, прошел процесс денацификации, получив штраф и условный срок, и начал работать на западно-германскую разведку. Власти Австрии неоднократно направляли в ФРГ запросы на экстрадицию главы венского гестапо, родственники пострадавших пытались привлечь его к ответственности, однако все подобные попытки блокировались ЦРУ и БНД. Они точно знали, что Хубер был не каким-то мелким гестаповским убийцей, а генералом СС, который вращался в самых высоких кругах нацистского террористического аппарата и был ответственным за смерть десятков тысяч евреев и противников режима, отметил историк Стефан Майнинг, Эстфан Мейнинг. До конца своих дней Хубер жил в ФРГ, на пенсии получал пособия от местных властей. Какие именно задачи он выполнял по просьбе ЦРУ и БНД, неизвестно. В одном из документов лишь упоминается, что в конце 1940-х годов его пытались использовать, чтобы выйти на главу тайной полиции нацистской Германии Генриха Мюллера. В мае прошлого года сообщалось, что исследователи создали интерактивную карту концлагеря в городе Лось, а также собрали многочисленные подробные свидетельства его узников. По данным историков, в концлагере держали около трех тысяч польских детей с декабря 1942 года по январь 1944. Заключенным было от двух до шестнадцати лет. Чтобы скрыть существование концлагеря, его вынесли за пределы польского гетто.